Студия Купол Регионального информационного агентства «Время.Н» продолжает свою работу на 7-м IT-форуме, и у нас в гостях очередные собеседники. Начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования по подготовке научно-педагогических кадров Министерства образования Нижегородской области Игорь Леонидович Захаров, директор Центра юношеского научно-технического творчества Поволжского Центра аэрокосмического образования Ирина Валерьевна Тузикова и директор Центра научно-технического творчества учащейся молодежи города Керчь Виктория Владимировна Иванова. Добрый день! Добрый день! Сегодня в рамках IT-форума подвели итоги областного конкурса юные конструкторы и исследователи. Расскажите, сколько всего было участников, кто победил и какие проекты были представлены? В финальный конкурс вышли вообще говоря 43 проекта. Было заявлено более 100 проектов. По четырех номинациям были представлены эти проекты. IT-сфера, сфера машиностроения, инженерный проект и нефтегазэнергетика. Вот по этим четырем направлениям. Рассматривались проекты среди школьников в возрасте от 14 до 17 лет и в возрасте более старшем. Это студенчество представляло свои проекты от 18 до 23 лет. Но были исключения из правил. Например, сегодня получил свой специальный приз, самый у нас юный конструктор и исследователь. Молодой человек из Балахны. Ему всего 10 лет. Замечательно. Ему зовут его Ефремов Демид. Демид. А какой проект он представил? Если мне не изменяет память, я не член жюри, то называлась его конструкция «Антишум». Антишум? Да. Но более конкретно сказать не могу, потому что не являлся членом жюри. Членом жюри у нас в этом году были представители не только образовательных организаций, как это было всегда, но и представители крупных промышленных предприятий города Нижнего Новгорода. Виктория, Вадима, а ваши дети что показали на этом конкурсе? Наши дети предоставили два проекта. Мы заняли третье место в двух проектах. Это была сфера энергетики и машиностроение. Можете в двух словах описать эти проекты? На что они направлены? Это была альтернативная энергетика на солнечных батареях, на ветрах в регионе Крыма. И второй проект был робототехника. Это севастопольский проект. Игорь Леонидович, сама идея проведения конкурса проводится с 2004 года. Год от года работы становятся все лучше и лучше? В этом году это был совсем другой конкурс по отношению к тем конкурсам, которые были раньше. Изначально конкурс был построен на том, чтобы привлечь школьные команды к элементам технического творчества. И он был построен по принципу того, чтобы давалось какой-то технический элемент, например, пылесос, допустим. И предполагалось школьникам из этих элементов создать какое-то другое устройство. Команды соревновались в том, какие устройства они создадут. В этом году мы пошли по совершенно новому принципу, потому что у нас ощутимо промышленность требует инженерных кадров. И в области необходимо расширять систему профориентации. Это один из элементов профориентации, областной системы профориентации. Основной принцип этого конкурса был в том, что работодатели, то есть представители промышленных предприятий, сами формулировали задания, и они же участвовали в жюри и в отборе претендентов. То есть это было не просто техническое творчество вообще. Это было техническое творчество, уже нацеленное на предрешение определенных технических проблем, жизненно важных для предприятий нашей области. И я думаю, что мы этот конкурс именно в этом направлении будем развивать в дальнейшем. Хорошо. Ирина Валерьевна, а на что могут рассчитывать победители? Ну, во-первых, наверное, каждый сегодня получил свою историю успеха. Это само собой. Это самое главное. А потом, знаете, очень здорово, когда ребята могут сравнить свои проекты с проектами своих же ровесников. Ведь когда ты создаешь что-то, делаешь, естественно, тут без заслуги преподавателей, конечно, не достигли бы они таких вот результатов. Но тебе кажется, что все здорово, замечательно, отлично. И вот, наверное, самый главный результат, когда, я вам скажу маленький секрет, один из молодых людей вышел после своей защиты и сказал, да, я увидела, что мой проект слабоват в сравнении с другими проектами, но на следующий год я уже знаю четко, над чем я буду работать. То есть вот этот вот элемент сотворчества, содружества, идти к своей цели, стремление к своей цели, наверное, и принесет потом действительно результат. Потому что говорят же, что сейчас общество должно быть стрессовоустойчиво, добиваться своих результатов, добиваться своих целей, несмотря ни на что. И нам кажется, что это тоже хорошая школа определенная, вот эти конкурсы. Согласен. Вопрос будет ко всем вам следующий сразу. Вчера в нашей студии Дарья Кирьянова, это управляющая филиалом корпорации Интерн в Нижегородской области, посвятовала, что за прошедший год, то есть предыдущего IT-форма, не увидела каких-то новых прорывных или прорывных разработок в IT-индустрии. Как вы думаете, могут ли проекты конкурсантов заинтересовать такую серьезную компанию? Вот на сегодня, наверное, нет. Вот я бы констатировала именно это так. Почему? Дело в том, что вот IT-сфера, с одной стороны, вот мы без интернета, да, без каких-то вот технологий, мобильной связи, так далее, вообще не мыслим свою жизнь сейчас. С другой стороны, вот увлекающихся ребят данным направлением очень грамотно, их не то что сложно привлечь к конкурсам, потому что они обычно, будем говорить, пишут программы сами для себя, там, в социальных сетях используют и так далее. Может быть, вот на мой взгляд, мне кажется, не той особой пропаганды, то есть где ребята, молодые программисты, если брать это направление, могли бы, допустим, себя проявить, проучаствовать. Но на сегодня, вот констатируя этот факт, наверное, я бы вот поддержала бы это мнение. Игорь Ильинич, а что у нас с пропагандой? Ну, с пропагандой у нас нужно выступать альтернативой телевидению, которая пропагандирует, мягко говоря, совсем иные ценности и другие вещи. Но вот если говорить о фирме Microsoft, вот мы сейчас вот пришли к такому выводу, что чтобы были проекты, которые интересны промышленным предприятиям, в том числе и таким же гигантам, как и Microsoft, нужно эти проекты вырастить. Вот, допустим, по этому принципу сейчас идет как бы фирма Intel, которая активно поддерживает детские конкурсы. И я думаю, что если бы Microsoft захотела, чтобы такие конкурсы были и приложила небольшие усилия, причем действительно небольшие деньги, небольшие усилия, то через какое-то время были бы проекты, которые были бы им интересны. Но их нужно вырастить, нужно создать некую среду, которая бы эти проекты рождала. Ну вот, кстати, Microsoft, они же тоже, у них есть какие-то системы выращивания кадров. Конечно, все это используется. Вопрос в другом. Дети сами, они вот осознают, что за них уже серьезно взялись, или там все это происходит как-то по-другому, в более мягко, в игровой форме, может быть? Безусловно, наша задача не показать детям, что вот вы уже там в обоими. Наша задача, в первую очередь, в них воспитать, вырастить интерес к творчеству. Как только у них возник интерес к творчеству, как только они почувствовали вкус к творчеству, после этого уже не очень важно, куда они пойдут, они пойдут в ту сферу, которая нужна. Чекчане тоже в этом году приняли участие в конкурсе Intel. Мы заняли в математике четвертое призовое место. Первый раз мы поехали на такой большой конкурс, он проходил в Киеве, 18 февраля. Это было очень серьезно, и для детей это большая мотивация. Им, наверное, очень понравилось. Им очень понравилось. И они, наверное, не планируют еще раз. И они, конечно, планируют уже следующее участие в больших конкурсах. И серьезно подготовиться. Серьезно готовиться уже. Удачи им тогда. И у меня будет к вам последний вопрос. Что интересного вы сегодня или, может быть, вчера подчеркнули для себя на нынешнем форуме? Обмен опытом. В какой сфере обмен опытом? Во всех сферах мы новые. У нас свой опыт. В России свой опыт. У нас Крым пока еще молодой. Другой. И мы будем делиться и будем учиться. Ирина Валерьевна. Ну, я вообще всегда считаю, что вот это изумительная площадка для взаимодействия, для выстраивания партнерских взаимоотношений. Вот, проходя по площадкам IT-форума, ведь вот тот конкурс, который сегодня проходил, это одно из направлений. Сегодня вот у нас выступал на церемонии награждения заместитель министра информационных технологий, который сказал, 60 площадок работало в течение вот этих трех дней. И отлично, когда люди могут не просто взаимодействовать и общаться, а выстраивать свои какие-то партнерские планы. А что дальше? И как действительно создать ту образовательную среду, для того, чтобы она развивалась именно с точки зрения развития научно-технического творчества, привлечения молодежи. И есть очень хорошее вот такое пожелание. Вот жалко, что есть хорошие фильмы, допустим, о Силе Джобсе, да, вот, ну, который сделал прорывные такие, так сказать, элементы и все прочее. Надо как-то, наверное, и нашим коллегам, и средствам массовой информации, действительно имиджировать и чисто российские развития и прорывные направления в науке. Мы будем над этим работать. Спасибо. Игорь Леонидович. Ну, я, к сожалению, не очень много был на Тифонрах, поскольку у нас только вчера было мероприятие, сегодня. Но я для себя понял, что надо вот такую молодежную составляющую, я поговорил с коллегами из Министерства информационных технологий, понимаю, что ее надо просто на этих форумах расширять. Не в виде, просто вот, когда взрослые люди обсуждают какие-то проблемы, а с реальным присутствием реальной молодежи на этом форуме. Это будет полезно и молодежи, и для развития, собственно, самого форума как такового. Что ж, спасибо вам, уважаемые гости, за столь содержательную беседу. А я напомню, что студия Купа в ближайшее время продолжит свою трансляцию. Оставайтесь с нами.